ВЕЧНЫХ ПОИСКАХ ИСТОКОВ Максимилиан Александрович Волошин родился в Киеве в семье юриста Александра Максимовича Кириенко-Волошина 16 мая 1877 года. В 1893 году мать будущего поэта переезжает в Крым, в Коктебель, близ Феодосии, тогда ещё совсем необжитое место, где приобретает недорогой участок земли на берегу моря. Отроческие годы Волошин провёл на Черноморском берегу Восточного Крыма, в Коктебеле. Именно сюда вернётся поэт в конце апреля 1917 года. МОЙ БЕЗРАДОСТНЫЙ КОКТЕБЕЙ, МОЙ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОКТЕБЕЙ, называет он его и любит безгранично. Здесь пройдут последние пятнадцать лет его жизни. Вернувшись в Крым, я уже более не покидаю его, ни от кого не спасаюсь, никуда не эмигрирую, и все волны гражданской войны и смены правительства проходят над моей головой. Стих остаётся для меня единственной возможностью выражения мыслей о совершающемся. Как в раковине малой океана великое дыхание гудит, как плоть её мерцает и горит отливами и серебром тумана, а вырги бы её повторены в движении и завитке волны, так вся душа моя в твоих заливах, о, Кемерии, тёмная страна, заключена и преображена. С тех пор, как отрокам у молчаливых торжественно пустынных берегов очнулся я, душа моя разъялась, и мысль росла, лепилась и ваялась по складкам гор, по выгибам холмов. Огонь древних недр и дождевая влага двойным резцом ваяли облик твой, из сих холмов однообразный строй и напряжённый пафос кородага, сосредоточенность и теснота зубчатых скал, была рядом широта степных равнин и мреющие дали, стиху разбег, а мысли меру дали. Моей мечтой с тех пор напоены пред горе героические сыны и, как тебе ля каменная грива, и во полынь хмельна моей тоской, мой стих поёт в волнах его прилива и на скале, замкнувшей зыбь залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой. 6 июня 1918. Мир вещей – предмет деятельных посягновений его молодой души. Он полагает, что если изменить мир, изменится сам человек. В 1897 году, после окончания феодосийской гимназии, Макс поступает на юридический факультет Московского университета. Студентом он попадает в поле зрения царской охранки. В феврале 1899 года, с началом всероссийской студенческой забастовки за своё отрицательное миросозерцание и склонность ко всякого рода агитациям, Волошина на год исключают из университета и высылают в Феодосию со свидетельством о неблагонадёжности. Через год в августе 1900 его снова арестовывают, отправляют в Москву и после нескольких дней одиночного заключения высылают до особого распоряжения. Вещи имеют своё внутреннее, свою, так сказать, сокровенность, и она выступает в определённых отношениях, то качественных, то количественных. Пьер-ты-яр – феномен человека. И, зачастую, обман, каким предстаёт мир вещей человеку. Что бы он ни делал со всем миром, с тем или иным набором вещей, он снова возвращается к самому себе. В воле-неволе человек опять приходит к самому себе и во всём, что он видит, рассматривает самого себя. Ты-яр – феномен человека. Желание коренным образом изменить действительность от лукавого – это паразит мозга, болезнь в голове, а не в крови. Качественные и количественные отношения столь опасно строго определены, что мы забываем о своём, вплетённом в кольцо науки и мировоззрении – взгляде на них. В цирке Андрею Белому Клоун в огненном кольце, хохот мерзкий, как проказа, и на гипсовом лице два горящих болью глаза. Ляск оркестра, свист и стук, точно каждый озабочен заглушить позорный звук мокро-хлещущих пощёчин. Как огонь подвижный круп, люди – звери, люди – гады, как стоглазый злой паук заплетают в кольца взгляды. Всё крикливо, всё пестро, мне б хотелось вызвать снова образ бледного, больного, грациозного Пьеро. В лунном свете с мандолиной он поёт в своём окне песню страсти лебединой коламбине и луне. Хохот мерзкий, как проказа, клоун в огненном кольце, и на гипсовом лице два горящих болью глаза. Вещи одушевлены, но человек, беспамятный к своей душе, не желает слышать разговора вещей. Для этого нужен настроенный слух, для этого нужен намётанный глаз, вещь в себе, сокровенность одушевлённого предмета безразлично каменным душам, и камни предстают мёртвыми. С опытом, в стремлении понять другого, будь то собеседник или кошка, коей и доброе слово приятно, души степенно накапливают сокровища на небесах. В своё время Борхес говорил о поэзии, что она по определению таинственна, ибо никто не знает до конца, что удалось написать. То есть поэзия содержит нечто, в принципе, не до конца знаемое и самим автором. Откуда и появляется феномен многих вариаций одного и того же. В вариации есть форма проявления символичности. символ, не знак, всегда есть то, что мы не до конца понимаем, но что есть мы сами как понимающие, как существующие. И наши философские произведения, их чтения, есть форма существования этого до конца непонимаемого, его бесконечной длительности и родственной самосогласованности. Бытие произведений и есть попытка интерпретировать их и понять, подставляя в виде вариаций текста наши же собственные состояния, которые и есть тогда форма жизни произведения. Например, можно сказать так. То, что я думаю о Гамлете, есть способ существования Гамлета. Аделону Редону Я шёл сквозь ночь, и бледной смерти пламя лизнуло мне лицо и скрылось без следа. Лишь вечность зыблится ритмичными волнами. И с грустью, как во сне, я помню иногда угасший метеор в пустынях мироздания, седой кристалл в сверкающей пыли, где ангел, проклятый проклятием всезнанья, живёт меж складками морщинистой земли. В партии по изысканию трассы Оренбург-Ташкентской железной дороги Волошин узнаёт вещи и перепутья Срединной Азии. И немая, отверженная земля внезапно раскрывает свою душу молодому первопроходцу. Этот переход обыкновенно внезапный, безвыходность и необходимость порядка вещей, сжатость и сосредоточенность действия. И вдруг что-то происходит с человеком, на него садится мышление, садится, как бабочка на цветок, и тогда из глубины молчания родится слово. Этот год, проведённый в пустыне с караваном верблюдов, дал больше, чем всё десятилетие даром погибшее в средней и высшей школе. Максимилиан Волошин, Автобиография Философские проблемы становятся таковыми, если они ставятся под луч одной проблемы – конечного смысла. Для чего вообще всё это? Для чего мироздание? Для чего я и мои переживания? А эти вопросы задаются именно потому, что в этом мироздании живёт существо, которое не создано, а создаётся. Непрерывно, снова и снова. Да и мир не завершён, не готов. Мираб Мамардашвили «Философия – это сознание вслух» КОГДА ВРЕМЯ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ Тесен мой мир. Он замкнулся в кольцо. Вечность лишь изредка блещет зорницами. Время порывисто дует в лицо. Годы несутся огромными птицами. Клочья тумана – вблизи. Вдалеке быстро текут очертания. Лампу психеи несу я в руке – синее пламя познания. В безднах скрывается новое дно. Формы и мысли смесились. Все мы уж умерли где-то давно. Все мы ещё не родились. Июнь 1904-го Волошин умерщвляет часть своей возможной жизни. Отныне и до самого своего конца он будет поступать именно так – искусство живо, живою кровью принесённых жертв. Теперь вся его жизнь подчинена мысли, её течению и размеру. Теперь каждый шаг сознательно сверен с порядком вещей и сопряжён со сжатостью речи и сосредоточенностью на самом себе. Это не эгоизм, это высвобождение от власти малого, беспамятного я. Так рождается поэт – подмастерье великого бытия вещей, в котором тайны и сокровенности, формы и превращения множатся в едином для всего живого творческом эволюционном порыве, не превосходящем, однако, нравственного самоограничения мысли. Ты будешь кузнецом упорных слов, вкус, запах, цвет и меру выплавляя их скрытой сущности. Уже не мальчиком, но мужем Волошин принимает решение не возвращаться в университет и отправляется в Париж, чтоб разум свой ожечь в плавильных горнах знанья. Латинская дисциплина формы воспитывает и поражает. Столица Франции прививает ему видение художника, зоркость пейзажиста. Философ работает путём запределивания такого рода ситуаций. То есть он строит понятия, посредством которых эти ситуации и эти связки можно представить в предельно возможном виде и затем мыслить на этом пределе. Мыслить, так сказать, в идее. Ну, скажем, если он хочет подумать проблему государства, то обязан представлять государство в виде предельно осуществляемой идеи государства. Вся сложность состоит в том, что при этом философ не утверждает, что эти предельные описания являются изображением каких-то реальных предметов в мире. Философ знает, что предельное описание есть средство мышления. Поэтому, например, Платон, когда у него спрашивали, что он имеет в виду под идеальным государством, то, которое на его родине, отвечал – нет, не его, не его устроение имел я в виду, а то государство, которое существует внутри и в момент такого говорения о нём напряжённом сознании. Мираб Мабардашвили «Философия. Валерия» это сознание вслух. Философия «Философия» Когда время останавливается По ночам, когда в тумане звёзды в небе время ткут, я ловлю разрывы ткани в вечном кружеве минут. Я ловлю в мгновенья эти, как свивается покров, со всего, что в формах, в цвете, со всего, что в звуке слов. Да, я помню мир иной, полустёртый, непохожий, в вашем мире я прохожий, близкий всем, всему чужой. Ряд случайных сочетаний мировых путей и сил в этот мир замкнутых граней влил меня и воплотил. Как ядрок на геприкован шар земной, свершая путь, я не смею, зачарован, вниз на звёзды заглянуть. Что одни зовут звериным, что одни зовут людским, мне, который был единым, стать отдельным и мужским. Вечность с жгучей пустотою неразгаданных чудес скрыта близкой синевою примиряющих небес. Мне так радостно и ново, всё обычное для вас. Я люблю обманность слова и прозрачность ваших глаз. Ваши детские понятия смерти, зла, любви, грехов, мир души, одетый в платье из священных лживых слов. Гармонично и поблёкло в них мерцает мир вещей, как узорчатые стёкла в мгле готических церквей. В вечных поисках истоков я люблю в себе следить жутких мыслей и пороков нас связующую нить. Когда ж уйду я в вечность снова, и мне раскроется она, так ослепительная сна, так беспощадно, так сурово, и звёздным ужасом полна. 1903. Коктебель Несколько лет спустя русский Парнас обогатится ещё одним именем – именем русского парижанина Максимилиана Волошина. И он, прежде всего, символист, ведь для него мир – это тайна, открытое его пониманию, способному мистическим образом проникать в любые глубины. Поэт отличается внешне. Быть может, он стремится произвести впечатление на столичных барышень. Быть может, дух элегантного, словно цветок, Анри де Ренье, придаёт его манере держать в себя известный шарм и художественную утончённость слова. Существует такое странное определение бытия философии. Бытие – это то, чего никогда не было и не будет, но что есть сейчас. Как ни странно, вопреки логике языка и наглядному представлению. Мираб Мумардашвили Философия – это сознание вслух. Париж Парижа я люблю – осенний строгий плен, И пятна ржавые, сбежавшие по золоте, И небо серое, и веток переплёты, Чернильно-синие, как нити тёмных вен. Поток всё тех же лиц, одних, без перемен, Дыханье тяжкое прерывистое работы, И жизни будничной крикливые заботы, И зелень чёрную, и дымный камень стен. Мосты, где рельсами ряды домов разъяты, И дым от поезда клоками белой ваты, И из-за крыш и труб сквозь дождь издалека Большое колесо и башня великанша, И ветер рвёт огни и гонит облака С пустынных отмелей дождливого Ла-Манша. 1909. Дорогой Максимилиан Александрович, Да, вы будете один. Приучайтесь гореть свечой, которую воры забыли, Спускаясь в подвал, и которая пышет и мигает И оплывает на каменном приступке, И на одни зигзаги только и светит. Мыши, да и то, может быть, Аполлоновски призрачными. Вам суждена, может быть, по крайней мере, На ближайшие годы роль малоблагодарная. Ведь у вас школа, у вас не только светило, Но всякое бурое пятно, не проснувшихся ещё трав, Ночью скосмачено. Знает, что они – слово, И что ничем, кроме слова, им светилом не быть, Что отсюда и их красота, и алмазность, и тревога, И уныние. Из письма Иннокентия Анинского Максимилиану Волошину 6 марта 1909 года. «Огромная шляпа, широченная лента, напинцная бархатная куртка только что приехал из Парижа, полон самоновейшими поэтами французскими», – таким его запоминает писатель Борис Зайцев. Человеческие вещи, например, социальные институции, не есть такие, которые, возникнув, могли бы потом, как камень, длиться и существовать. Они заново рождаются. Например, Паскаль произнёс замечательную фразу «У любви нет возраста, она всегда в состоянии рождения». Если она есть, то она сейчас, и в ней нет смены временных состояний, она абсолютно нова. Это очень отвлечённое положение, созерцательная истина. Таково и утверждение философии «бытие – это то, чего не было и не будет, но что есть сейчас» или «всегда что то же самое». Здесь временные наклонения, слова, их обозначающие, путают, потому что они принадлежат обыденному языку, а других слов у нас нет, какие бы слова мы не изобретали, всё равно мы находим их в обыденной речи, и они ведь тянут за собой шлейф мании человека представлять всё наглядно и предметно. Мирак Мамардашвили. «Философия – это сознание вслух». В дождь Париж расцветает, точно серая роза, шелестит, опьяняет влажной лаской наркоза. А по окнам танцуя, всё быстрее, быстрее, и смеясь и ликуя, бьются серые фии. Тянут тысячи пальцев нити серого шёлка, и касается пяльцев тороплива иголка. На синеющем лаке разбегаются блики, проносящимся мраки, замутились их лики. Сколько глазок несхожих, и несутся в смятеньи, и целуют прохожих, и ласкают растенья, и на груды сокровищ, разлитых по камням, смотрят морды чудовищ с высоты нотр-дам. Февраль 1904-го Мир вещей не любит натурализма. Вещи умеют мстить. Если смотреть на них свысока, они кажутся мелкими и умело сталкивают с верхних этажей. Если рисовать их в сером и чёрном, они рождают тёмные чувства в душах самих художников. Одна и та же краска, слово или жест могут иметь разный смысл. Что мы видим в вещах, как часто наделяем их своим злом. Было уже восемь часов. Воздух успел нагреться, и художник, возвращаясь по улице Рамбюто, увидал Мюша и Полину, игравших в лошадки. Мюш ползал на четвереньках, а Полина, сидя у него на спине, держала его за волосы, чтобы не свалиться. Тень, мелькнувшая на крыше центрального рынка, на краю водосточной трубы, заставила Клода поднять голову. Это были Кодина и Маржолен. Смеясь и целуясь, они жарились на солнце, господствуя над кварталом своими любовными восторгами счастливых животных. Клод погрозил им кулаком. Художник был доведён до отчаяния этим праздничным ликованием мостовое небо. Он ругал толстяков, говоря, что они победили. Вокруг него были одни толстяки, округлившиеся, готовые лопнуть от избытка здоровья. Они приветствовали новую зарю прекрасного пищеварения. Эмильзоля. Чрево Парижа. И тамошний Раскольников, наверное, позабыв отобедать, при виде этих рыночных женщин с полными бюстами таких здоровых, таких важных, приходит в ярость и истерически грозит кулаком благополучному буржуазному миру. Какие же, однако, негодяи все эти порядочные люди! Эмильзоля. Чрево Парижа. Как мне близок и понятен этот мир, зелёный, синий, мир живых прозрачных пятен и упругих гибких линий. Мир стряхнул покров туманов, чёткий воздух свеж и чист, на больших стволах каштанов ярко вспыхнул бледный лист. Небо целый день моргает, прыснет дождик, брызнет луч, развивает и свивает свой покров из сизых туч. И сквозь дымчатые щели потускневшего окна бледно пишет акварели «Это бледная весна». 1902-й В начале девятисотых годов в символистских журналах и альмонахах появляются первые стихотворения. Нет, не русского Раскольникова, бежавшего из Сибири, но русского художника Максимилиана Волошина. «В эти годы я только впитывающая губка, я весь глаза, весь уши». Он учится. Художественной форме у Франции, чувству красок у Парижа, логике у готических соборов, средневековой латыни у Гастона Париса, строю мыслей у Бергсона, скептицизму у Анатолия Франца, прозе у Флабера, стиху у Готье и Эредия» Максимилиан Волошин, автобиография. Ещё не пророк и не всегда в отечестве своём, но уже благословенный на путь поэзии и литературы он пишет смело, ярко и печально, зачастую подтягивая пояс, но не грозя никому кулаком. Осень. Осень. Весь Париж, очертания сизых крыш скрылись в дымчатой вуале, расплылись в жемчужной дали. В поредевшей мгле садов стелет огненная осень перламутровую просень между бронзовых листов. Вечер, тучи, алый свет разлился в лиловой дали. Красный в сером – это цвет надрывающей печали. Ночью грустно. От огней иглы тянутся лучами. От садов и от аллей пахнет мокрыми листами. 1902. В 1900-м в «Русской мысли» выходит первая критическая статья Максимилиана Волошина. В 1903-м он сводит знакомства с Бальмантом, Вячеславом Ивановым, Брюсовым, Балтрушайтисом, Белым и Блоком. Буддизм, католичество, масонство, оккультизм – неполный список его личных переживаний романтического и мистического свойств. Из Парижа он пишет статьи о живописи и литературе в столичные журналы «Весы», «Золотое руно», «Аполлон». После 1907-го поэт возвращается в Петербург, после дуэли с Гумилёвым перебирается в Москву. В 1910-м в Москве в издательстве «Гриф» выходит его первая книга стихов, озаглавленная просто – стихотворение. Рисунки и фронтисписы к ней выполнены художником-символистом Богоевским. В 1913-м году моя публичная лекция о Репине вызывает против меня такую газетную травлю, что все редакции для меня закрываются, а книжные магазины объявляют бойкот моим книгам. Годы перед войной я провожу в Коктебельском затворе, что даёт мне возможность сосредоточиться на живописи и заставить себя снова переучиться с самых азов, согласно более зрелому пониманию искусства. Война застаёт меня в Базеле, куда приезжаю работать при постройке Бюты Анума. Эта работа, высокая и дружная, бок о бок с представителями всех враждующих наций, в нескольких километрах от поля первых битв Европейской войны, была прекрасной и трудной школой человеческого и внеполитического отношения к войне. В 1915-м году пишу о Париже свою книгу стихов о войне «Anna Mundi Ardentis» В 1916-м году возвращаюсь в Россию через Англию и Норвегию. Февраль 1917 года застаёт меня в Москве и большого энтузиазма во мне не порождает, так как чувствую всё время интеллигентскую ложь, прикрывающую подлинные реальности революции. Редакции периодических изданий, вновь приоткрывшиеся для меня во время войны, захлопываются снова перед моими статьями о революции, которые я имею наивность предлагать, забыв, что там, где начинается свобода печати, свобода мысли кончается. Вернувшись весною 1917 года в Крым, я уже больше не покидаю его, ни от кого не спасаюсь, никуда не эмигрирую, и все волны гражданской войны и смены правительств проходят над моей головой. Максимилиан Волошин Автобиография Аделаиди Герцик Перепутал карты я пасьянса, Ключи сяк и русло пусто ныне, Взор пленен садами Иль-де-Франца, А душа тоскует по пустыне. Бродит осень парками Версаля, Вся закатным заревом объята. Мне же снятся рыцари Грааля На скалах суровых Монсальвата. Мне Париж, желанна и знакома, Власть забвенья, хмель твоей отравы. Ах, в душе пустыня Меганома, Зной и камни, и сухие травы. 1909 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok